Приветствую вас, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Арчпанзер, где сегодня мы решим очень важный вопрос. Вы наверняка хотя бы раз в жизни задумывались над странным на первый взгляд вопросом. Кто сильнее, терминатор или рыбакоп? Что вкуснее, пюрешка с котлеткой? Для макароны с сарделькой? Что приятнее, компьютерные игры или секс? Ну или что-то в этом роде. И если на часть вопросов в зависимости от наших симпатий мы можем ответить практически моментально, то над другими стоит призадуматься. Вот что делать, если оба объекта сравнения мы любим одинаково? И именно такой вопрос я намереваюсь разрешить. Сегодня мы разберемся, что же лучше, Age of Founders Planetfall или четвертая часть серии. Чтобы быть максимально непредвзятым, я выделил наиболее важные для меня аспекты игры. По ним мы и будем проводить оценку. Если оцениваемая сторона игры полностью меня устраивает, то я буду ставить ей 2 балла. Если она так себе, ну терпимая, 1 балл. Но если случился совсем зашквар, то выставим твердый 0. Вы скажете это слишком субъективно? Ну конечно. Как всегда, если вы со мной не согласны, то смело пишите об этом в комментариях. Ну а если согласны, то делайте то же самое. Ну да ладно, хватит разговоров. Добро пожаловать на сравнение двух игр серии Age of Founders. Приятного просмотра. Первый критерий – морские битвы. Так уж вышло, что мое отношение к морским битвам сформировалось под впечатлением от игры Empire Total War. В ней, насколько мне понравилось море, настолько же унылыми показались наземные битвы, где линейная пехота сталкивалась друг с другом просто стенка на стенку. Море в Планетфоле может порадовать наличием уникальных кораблей почти для всех рас, для большинства даже двумя. Разнообразной плавучей живностью, а еще парящими и летающими юнитами, которые на море не теряют боеспособности. При должной сноровке удачной карте за счет моря можно запереть противника на его континенте и одолеть даже превосходящего по силе врага. Выходит, что удачно реализована и тактическая, и стратегическая составляющая. Один балл поставлю только за то, что для идеальной картины не хватило фракции, заточенной именно на морские битвы, а может быть даже городов на воде с морскими осадами. Море в Четверке? Ну что тут сказать? Оно есть. Есть горстка нейтральных юнитов, получить которые свое распоряжение у меня пока не получилось. Есть посадка юнитов на корабли с соответствующим дебафом, есть летающие и парящие, которые также на море дебафов не получают. Но совсем нет морских фракционных юнитов, и получается, что битвы на море? Ну, они такие же, как на земле, только с дебафами. А турбореактивную высадку с кораблей, при котором юниты вообще не теряют скорости, я даже комментировать не буду. Море в Четверке бессмысленное и беспощадное. Твердый ноль. Второй критерий – музыка и звуки. Музыку Планетфола я не добавлял в свой плейлист и не слушал ее днями напролет. Но атмосферу в игре она бесспорно создает. Для каждой секретной технологии есть свой стиль. Атмосфера она точно не рушит и звучит очень достойно. Поэтому два балла. В Четверке – музыка как и море. Она есть. У вас вот, например, отложилось, что у феодалов есть своя тема? А может быть у варваров? Вот и у меня не отложилось. Обычная фэнтезийная тема, универсальная для всех карт. Но стоит отдать ей должное, ухо не режет. Свой балл она заслужила. Третий критерий – графика. И стиль глобальной тактической карты. В свое время Планетфол меня просто поразил проработкой тактических карт. Бои на заброшенной автотрассе, имперском заводе или ядовитых джунглях заставляли обратить внимание на окружение. Все сделано с любовью и очень качественно. Глобальная карта тоже не отставала, модельки были приятными и радовали глаз. Четверка в этом плане не отстает от предшественницы. Тактические карты хороши, как и прорисовка стратегической карты. Модельки приятные и также радуют глаз. В плане технической составляющей четверка выглядит немного лучше. Как-никак Планетфол вышел значительно раньше. Но критической разницы не наблюдается. Если не придираться к отдельным моментам, то обе игры получают по 2 балла. Четвертый критерий. Битва наземная. Это моя любимая часть, как ни крути, но мой игровой опыт основывается на играх серии XCOM, Kings Bounty, Disciples, Героя Меча и Магии. И во всех этих играх наиболее интересной для меня была именно тактическая составляющая. Поэтому и в играх серии Edge of Wonders я ей уделяю особое внимание. Если говорить про Планетфол 40 курсы наземных битв, то получится отдалённая версия XCOM. Всё те же укрытия, симулятор овервочей, необходимость учитывать позиционирование войск на карте, превалирование дистанционного боя над рукопашным. Передраться здесь особо не к чему, поэтому 2 балла. С четвёркой всё немного сложнее. Рукопашники здесь снова решают, как и в третьей части. Укрытие и позиционирование уступает место позиционированию отрядов друг относительно друга. Это для получения бонусов. Большую важность стали играть призванные юниты. Честно признаюсь, что Планетопад мне нравился больше. Но рука не поднимется за месяц оценку четвёрки за личных предпочтений. Поэтому она получает всё те же 2 балла. Магию и тактические операции я отдельно оценивать не буду. Они выполняют одну и ту же роль. Дамаг, поддержка и призыв. Классика в обеих играх. Пятый критерий. Фракции и расы. Фракции Планет Фолла, с одной стороны, не кажутся чем-то уникальным. Где-то мы всё это уже видели. Где-то возникает чувство дежавю. А некоторые бойцы так и вовсе чуть ли не под копирку, взятые из других популярных вселенных. Но за счёт работы геймдизайнеров и сценаристов ощущения копипасты не возникает. Все фракции имеют свои цели и взгляды. У них уникальная история и стиль ведения боя и дипломатии. Например, тактика боя дворов действительно отличается от тактики амазонок. А их юниты радикально отличаются по своим боевым качествам и логике применения. Как итог, 2 балла за этот критерий. Расы в четвёртой части. Ну, что тут сказать. Люди, эльфы, гоблины, гномы. Теперь ничто иное, как просто скины. Вы можете выбрать им любые бонусы. Настроить на любой вкус и цвет. Ну и что скажете вы? Это же здорово. Тонкая настройка. Ну, у меня тогда ответный вопрос. А зачем они тогда вообще нужны? Ведь роляют теперь культуры. Феодалы, варвары, корсары. И поймите меня правильно, я не против разнообразия. Но гораздо круче, когда полурослики это полурослики. Со своими плюсами и минусами, свойственными именно им. Кто же мешает им стать некромантами или варварами? Это даже забавнее. Ведь когда хрупкие, слабые, но очень юркие берсерки выходят на поле боя. Это ли не кайф? Или орки-маги? Ну, они так себе колдуны, но зато крепкие и могут всечь в рукопашной битве. Разве это хуже разбытой массы бесполезных скинов? Ну, признаюсь честно, решение разработчиков сделать расы бесполезными, знатно так подорвало мой пукан. Поэтому со всей решительностью ставлю им 0 баллов по этому критерию. Шестой критерий. Уникальность мира и компании. Компания Planetfall не пестрила вот это поворотами или драматическими сценами. Но она помогла вжиться в мир, ощутить его. А сюжетные дополнения только усилили впечатление. Для стратегии очень, очень неплохо. 2 балла. Четверка для меня стала жертвой именно бесполезности. Раз. Тяжело всерьез воспринимать мир, где нет критического взаимодействия между населяющими его существами. Тут все воюют против всех. Маги против королей. Но за то, что компания вообще есть, я все-таки поставлю 1 балл. Седьмой критерий. Прокачка и развитие юнитов. Planetfall порадовал возможностью не только прокачки юнитов и героев по уровням, но и возможностью выдать им разнообразное снаряжение и оружие. Одни и те же юниты в отряде можно было настроить каждый под свои цели. Из кого-то сделать танка, а кому-то сделать упор в урон. В целом все достаточно неплохо, но я поставлю только 1 балл. И вот почему. Потому что в четверке в ней невероятно зашла механика бафов и изменений рас, значительных и незначительных. Да, нет настройки отдельного юнита, но своих бойцов вы можете превратить в демонов, ангелов, навешать на них хуйбу бафов. И это безумно интересно. И от того, по какому пути магии вы пойдете, зависит то, что в итоге вы и получите. И это отличное решение, поэтому 2 балла. Восьмой критерий. Стабильность и баги. В Planetfall я начал играть практически с момента релиза. При этом критических багов я не встречал. Да, были вылеты и зависания, но общего впечатления от игры это не портит. Но поставить 2 балла все-таки рука не поднимается. Она не идеальная. Поэтому только 1. Для четверки история примерно такая же. Редкий вылет и графические баги. Неприятно, но не критично. Поэтому тоже 1 балл. Про русификатор я вообще не говорю. Он просто ужасен. Девятый критерий. Искусственный интеллект. Боевой и стратегический. Искусственный интеллект Planetfall меня в свое время очень порадовал. Как за счет действий в бою, так и на глобальной карте. Сразу оговорюсь, что речь идет о максимальной сложности. Компьютер на ней пытается душить на глобальной карте и нанести максимальный урон в бою. При этом нет упороты дипломатии, как в сериях Цивилизации или Total War, когда Искусственный интеллект отклоняет даже выгодные для него предложения, лишь бы досадить игроку. А про объявление войны безо всякого повода я вообще молчу. В Edge of Owners такого буквально нет. Пример такая же картина наблюдается и в четвертой части. Искусственный интеллект все так же агрессивен в бою и старается забрать с собой хотя бы несколько ваших юнитов. Даже когда он уже проигрывает. Он использует магию, атакует согласованно, старается плотно расставляться на глобальной карте. Дипломатия тоже неплохая. Сначала мне не очень понравилась механика поводов к войне, из-за которой нападение на соседа, сделавшего вам ничего плохого, просаживало отношения вообще со всем миром. При этом также сокращался приток очень важного ресурса для развития империи, влияния. Но, как говорится, ничего втянулся. Тем более, что компьютер тоже старается не начинать неоправданные войны. Как итог, обе игры в этом плане хороши. Но четверка мне нравится чуточку побольше. Прежде всего за счет глобальной карты. Поэтому Planetfall получит 1 балл, а четверка 2 балла. Десятый критерий. Реиграбельность. Planetfall предлагает широкие возможности реиграбельности. Интересные расы, секретные технологии, отличные сгенерированные карты и возможность тонкой настройки миров, в том числе в рамках Галактической Империи, помогут разыграть свои сценарии и застрять в игре на десятке, а то и на сотне часов. В четверке, если абстрагироваться от бесполезности раз, все примерно так же, а может быть даже немножко лучше. В итоге, обе игры достойны 2 баллов. Одиннадцатый критерий. Баланс. Тактические и стратегические балансы Planetfall весьма хрупки, но они есть. За счет уникальности фракций и секретных технологий можно добиться более сильных, ну или слабеньких комбинаций. Да и откровенные имбы на разных этапах игры есть, как среди юнитов, ну привет фазовое эхо, так и среди отдельных фракций, которые могут попытаться зарашить вас уже на начальном этапе игры. Например, при удачном стечении обстоятельств это могут попытаться сделать амазонки на зверях. Но как ни крути, баланс есть. Есть билды и даже самая странная комбинация, ну например дворы на наследниках, они имеют право на жизнь. И не стоит забывать, что при старте партии мы настраиваем своего героя, добавляем ему боевые или экономические бонусы, что так же повлияет на отыгрыш. В итоге получается, что у нас есть три критерия, стартовые настройки героя, свойства фракции и свойства секретной технологии. Мы получаем все это в начале игры и именно от этого отыгрываем, про это и знают наши противники. Ну дальше уже все зависит от умения и удачи. В четверке баланс если есть, то найти его очень сложно, но посудите сами. Сначала мы настраиваем расу, там есть откровенно слабые и бесполезные перки, а есть очень сильные, ну например плюс урон, защиту, ворота и так далее. Далее мы выбираем культуру, ну все уникальны, тут не поспоришь, но баланс уже начинает трещать по швам. Дальше мы выбираем особенности для своей культуры, два перка, которые будут сопровождать во всю игру. Опять же таки, здесь есть безумно сильные особенности и откровенно бесполезные. Потом мы выбираем стартовую книгу магии. В итоге ваша культура, взятые для нее перки и первая книга будут давать вам очки культуры для прокачки мощных особенностей или разовых эффектов за влияние, о котором я говорил раньше. И как вишенка на торте, вам никто не помешает в процессе игры взять книгу из другой культуры и прокачивать именно ее. Да, чуть не забыл, нужно же еще и тип лорда выбрать на старте, а их кстати трое. В итоге получается жуткий франкенштейн, которого просто невозможно забалансить, из-за чего огромная часть перков и особенностей будет использована примерно никогда. Ну да ладно, это все важнее скорее для сетевой составляющей игры, но боюсь, что во многом из-за этого четверка вряд ли когда-то станет киберспортивной дисциплиной. Впрочем, с Planetfall этого тоже не случилось, поэтому, несмотря на весь мой хейт, поставлю обоим играм по одному баллу. Что же получается в итоге? У Planetfall 17 баллов, а у четверки только 14. Так что же, получается, что раньше было лучше? На самом деле и да, и нет. С точки зрения лора и восприятия, Planetfall наголову выше четвертой части. Он до сих пор классно смотрится и играется, но легендой он, к сожалению, не стал и уже никогда не станет. Ведь переход от фэнтези футуристику не привел к росту фанатов серии, да и старых частично оттолкнул. Что же касается четвертой части, то классные идеи развития вашего народа были похерены в угоду продвижения разнообразия. Но вот честно, у меня в голове больше не укладываются причины, по которым разработчики решили отказаться от значимости народов. В итоге мы получили красивый, затягивающий, но хаотичный мир, которым, естественно, можно наслаждаться при каждом запуске. Но пытаться углубляться в него желания как-то не возникает. Прежде всего из-за его сумбурности. Зачем разбираться в механиках урона и комбинациях усиления, если можно брать вообще все, что вздумается. В итоге, за видимым разнообразием, не то чтобы совсем пустота, но не так много наполнения, как казалось на первый взгляд. Ну что, моя оценка вышла какой-то вот такой. Обе игры отличные представители своего жанра и достойны внимания, несмотря на небольшую разницу в моей итоговой оценке. Никто не отменял ее субъективность, естественно. При этом я не оценивал некоторые критерии, вроде интерфейса, удобства, быстродействия, рисовки героев, хотя девчонки в четверке крашат, тут спору нет. В общем, ждем нового DLC для четвертой части и верим, что Planetfall 2 когда-нибудь увидит свет. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok